Это говорит, ты даже сам вот не слушаешь, ездишь. Я говорю, не-не-не-не, мы слушаем. Он, не, давай тише. Я раз, я вот еду и думаю, не-не, я все равно, я понимаю, что это важно, я понимаю, что это важно. Я настаю на своем, настаю, чтобы это в машине вот... Я ему объясняю, я говорю, ты знаешь, что он, смотри, мы едем сейчас на машине на 15-20 минут. И вот это пускай работает. Мы приедем домой, ты включишь свою вот эту музыку свою на телефоне, которая у тебя есть, и ты можешь послушать ее. Но вот эти 15 минут, мы уделим внимание вот этому разговору, этого человека, который расскажет. Ты потом проанализируешь. И я потом что-то, ну вот это сказал, сын берет и вроде бы как бы сидит, да слушает. А потом я так говорю, ну не хочешь, так выключим. Бак, и выключил. Нестандартно, да, разорвал шаблон. Проходит где-то минута, он раз, включил. Включил и говорит, ну ты даже сам не понимаешь, о чем там разговор. Ты даже не помнишь, о чем там говорят. Я говорю, почему? Я все помню. И я ему сказал, я говорю, поэтому ты сейчас слушаешь, он сам включил уже, и до конца, пока мы не доедем. И мы вот так, я, то есть разговор о том, что настоять все-таки. Знаешь, как бы это не было обидно, ну как бы, да, там, Сержо, мне не дают, вот, музыку просто настоять. Нет, почему, ты же альтернативу предоставил, и многие родители так делают, что 15 минут мы слушаем, а потом ты там придешь. Объяснить и настоять все-таки на своем, что именно вот это время мы уделим вот этому. Я думаю, что надо объяснять, все-таки надо объяснять. Но иногда мы в эмоции схлопываемся, и получается, что мы не объясняем, а самоутверждаемся, допустим. И вот навыка такого, ну, если у людей такое есть, то это очень-очень хорошо. Умение отстоять свои границы, умение уважать границы другого, пусть даже своего, ну, какого-то наследника, скажем так. А с другой стороны, чего он будет наследовать? Мне вот нравится, как пример. Люди, надо детей всем обеспечить метрами, и это. И если неподготовленному малышу там предоставить квартиру, ну, площадь, предоставить денежные ресурсы, то не факт, что он сможет этим грамотно распорядиться, потому что сейчас столько соблазнов. Почему так? Что-нибудь такое деструктивное делать легко, и поначалу приятно. А труд, мы знаем, сначала трудно, а потом ты приятно. И мне вот нравится слово удовольствие и удовлетворение. И вот люди сейчас гонятся за удовольствиями, сиюминутными. Но они вот, ну, мы так адаптированы, мы люди, что вот клубнику мы съели, и получили удовольствие, да, какое-то такое быстрое. А удовлетворение, это когда ты вот прополол, полил, вырастил, угостил. И я испытываю, что удовлетворение, скажем так, такая тонкая грань. Понимаешь о чем? Да. На этом мы первую часть нашу заканчиваем. Мы идем, погреемся. Да. И вернемся. Продолжение следует...